Девушки отдыхают Атавизм из коммунистического прошлого или гражданский акт воспитания Если вам есть что сказать на эту тему то звоните 265-45-00 либо присылайте сообщение с пометкой ТВК, пробел ну и конечно на номер 9020 и далее ваш текст Вторая тема для обсуждения платные парковки Власти еще не до конца отладили существующую схему как замахнулись на новые семь сотен мест для автомобилей в центре города Если у вас наболело по этому поводу то делитесь своими мыслями с нами по телефону 265-45-00 или воспользуйтесь смс-сервисом Ну и памятник Лебедю На этой неделе мэр принял решение мемориалу все же быть Свои мнения на этот счет вы можете высказать в прямом эфире телекомпании ТВК Для этого звоните в течение выпуска по телефону 265-45-00 Переходим к событиям сегодняшнего дня Мощное землетрясение произошло сегодня в Непале Магнитуда толчков достигла 7,9 балла И сегодня этот эпицентр находится неподалеку от самой столицы государства города Катманду Число жертв постоянно растет и уже исчисляется сотнями человек Разрушены множество зданий Закрыт аэропорт Катманду В Непальских горах пропало 15 россиян В том числе президент ассоциации альпинизма Андрей Волков Не огнем, так водой И Емельяновский район топит поднявшейся рекой Кача Сегодня около 11 часов дня вода подошла вплотную к жилым домам В зоне подтопления оказалась дорога которая находится в 50 метрах от реки и несколько жилых домов Владельцы участков оказались в западне собственных заборов Через калитку выйти невозможно Жители утверждают звонили и в МЧС и в службу 205 Еще вчера, однако, никто не откликнулся Чтобы сделать спасительное ограждение никто не приехал Сегодня утром на место подтопления приехал глава поселкового совета Емельяновского района Он сообщил, что вся техника работает в поселке Луговой где масштабы более впечатляющие Убедительная просьба Когда вода пойдет на спад ну пусть займутся сделают нам отсыпку дороги нормальную но не подъездов Здесь хоть вертолет вызывай начинается, допустим, распутиться хоть вертолет вызывай на машине невозможно проехать Ну и, конечно, одно из главных событий этого дня общегородской субботник в котором приняли участие порядка 200 тысяч красноярцев На уборку улиц вышли и первые лица города сотрудники предприятия, училищ и просто неравнодушные горожане В одном из дворов жители своими силами даже заделывали ямы в асфальте Яма до 15 сантиметров в середине потому что машина иномарка фактически цепляется брюхом Жители Мичурина 8 решили провести сегодня не только стандартную уборку во дворе своего дома но и своими силами залатать огромную яму на дороге Ведь сколько они бились они за ремонт этого участка решили, что проще сделать самим ведь потом на починку автомобиля уйдет гораздо больше средств Так как сегодня сыводник решили совместно с жильцами с собственниками решить эту проблему забетонировать просто-напросто загладить эту яму для того, чтобы спокойно было ездить и не было никаких проблем Цена вопроса 250 рублей за мешок цемента Чтобы забетонировать яму потребуется три мешка На ночь отремонтированный участок перекроют для проезда чтобы бетон подсох Но этот пример скорее исключение из общих правил Субботник явление массовое И сегодня на улицы города вышли порядка 200 тысяч человек по подсчетам городских властей Среди которых и учащиеся образовательных учреждений которые в перерывах успевают перекинуться не только парочкой фраз но и граблями а также фехтовать сухими палками пока не видит педагог На субботник вышло и старшее поколение Совет ветеранов которые наводили порядок в Ленинском районе на новом мемориальном комплексе Среди них и участники Великой Отечественной войны Иван Акимович 18-летним юношей в 43-м году попал во Второй Украинский фронт 70-летие победы вот решил прийти сюда значит что-то поделать оказать какую-то помощь он в устройстве мемориала в субботнице я в жизни не один провел поэтому для меня это не страх а удовольствие Под музыку военного оркестра сегодня на стеле появилось 70 серебристых тополей высаживать деревья ветеранам помогал и глава города а вот депутаты ЗАГСобрания и работники аппарата в этом году наводили порядок на набережной Енисея около 150 человек работали вдоль улицы Дубровинского я думаю что вот набережная где мне уже действительно много раз приходилось работать это та зона та часть нашего города которая должна стать ее визитной карточкой здесь все должно быть образцово показательным но даже сменив деловые костюмы рабочий процесс организуют как и прежде начальник управления делами ЗАГСобрания управляет и субботником следит чтобы коллеги хорошо подметали собирали мусор и слаженно грузили его в кузов это палочка указательница вот идите туда идите туда плана правда не ставил но место от и до определил вот оттуда до туда и потом прихожу значит что-то это плохо девочки возвращаются вот что вы сейчас вы обратили на меня девочки возвращаются вот так работать нельзя молодые надо всех учить отмечу что в рамках общегородского субботника сотрудники Девногорского завода полимерных изделий предлагали всем горожанам сортировать мусор дабы использованный пластик позже отправить на вторичную переработку в течение дня любой красноярец мог лично привезти пластмассовую тару к зданию Критби вот только отважились на это судя по собранному количеству бутылок немногие Юлия Фанасьева Владимир Антонов Станислав Салтыков Новости ТВК сменили деловые костюмы сегодня и работники нефтяной отрасли около тысячи сотрудников Ванкорнефти приняли участие во всероссийском субботнике Зеленая весна 2015 кстати Ванкор уже второй раз вышел на столь массовое для страны мероприятие акция проходит при поддержке и участии различных организаций в том числе и компаний Роснефть дочерним обществом которой является Ванкорнефть в основе деятельности предприятия лежат принципы экологической безопасности и социальной ответственности оставить в стороне столь массовое и в рамках города событие как субботник сотрудники Ванкорнефти не могли руководство даже пообещало самых активных поощрить наградами мы с вами являемся обитателями каменных джунглей это ни для кого не секрет коим являются все города в которых мы с вами проживаем мы с вами научились блюсти и бережно относиться к природе в условиях заполярия в экстремальной ситуации наша миссия сегодня перенести наш опыт знания и умения охраны окружающей среды из заполярия в нашу среду обитания мы должны своим примером показать собственно говоря что Ванкор это не только добыча нефти и газа но это еще и социально ответственный коллектив в непривычной для себя роли вооружившись метлами и мусорными пакетами работники нефтяной отрасли наводили порядок на улице Молокова как признаются сотрудники Ванкорнефти пока их коллеги несут вахту на севере они держат смену здесь на субботнике субботник самая сложная работа сегодня а почему? так с утра в субботу поспать не поспать не в этом на субботник отправили шутка конечно да конечно не жалеете что встали? нет коллектив сплачивается естественно на работе некогда а тут пообщается нарут познакомиться поближе ну и город порядок приведем в общем своего рода корпоратив ну и конечно о субботнике поговорим и мы с вами сегодня это одна из основных тем недели и сегодня ей уделим достаточное внимание в эфире субботних новостей 265-45-00 номер телефона и 90-20 с пометкой ТВК вы можете присылать ваши сообщения мы их зачитаем в прямом эфире новостей ТВК ну а сейчас напомним еще раз тему субботник сегодня 200 тысяч красноярцев приняли участие в субботнике сегодня традиционно на городскую уборку весной выходят представители предприятий организации инициативной группы студенты и общественники их задача собрать мусор либо высадить деревья в скверах парках на городских магистралях и во дворах субботник сознательный организованный бесплатный труд на благо общества в свободное от работы время первые мероприятия подобного рода прошли в 20-х годах прошлого века затем субботники стали характерной чертой социалистического образа жизни изначально проводились добровольно затем все более принудительно из европейских стран не входящих в СНГ подобные общественные мероприятия есть только в Норвегии ну и добрый вечер мы говорим первому дозвонившемуся в наш прямой эфир здравствуйте как вас зовут представьтесь пожалуйста еще раз я плохо вас услышала ваше имя меня зовут Галина очень приятно Галина Галина вы наверное сейчас уставшая потому что весь день были на субботнике или я ошибаюсь ну часть так сказать провели на субботнике то есть это очень приятно потому что и погода сегодня солнышко светило ветер помогал убирать так сказать мусор но у нас накопившаяся больная тема то есть нужен ли администрации Кировского района субботник так как мы жители западной и эта территория администрация относится вернее граничит где находится поликлиника детская то есть из года в год состояние хотелось бы чтобы немножко было получше в этом году то есть они очень удивили видимо юбилейный год и как раз достижение то есть торца 13-го дома западная 13-го они сделали одолжение слегка убрали а остальная территория администрации Кировского района находится в ужасном состоянии что бы и хотела передать и со стороны ЖКО то есть куда исчезли дворники непонятно сегодня здесь все пустовало вы сегодня убирались по зову сердца или вас обязало предприятие ну как бы сказать нас обязало предприятие свою территорию убирать в этой этот самый а по зову сердца когда мы шли домой и видя эту обстановку конечно свои газоны мы уже по зову сердца убирали но стыдно за то что лесон которая через буквально 10 дней будет вся в цветах и та же администрация будет как говорится всех поздравлять и свои достижения Галина последний у меня короткий очень вопрос к вам все-таки вы считаете должны убираться дворники или вот так вот раз в год люди могут выйти и прибраться всем миром ну если всем миром то тогда организованно а если чисто для галочки тогда извините мы тоже хотим в субботу отдыхать поняла спасибо в любом случае спасибо вам большое что вы сегодня не отдыхали как и все остальные а взяли метлы и тоже помогли сделать наш город чуть чище сейчас у нас небольшой рекламный блок а после мы вернемся звоните 265-45-00 и так это субботние новости мы работаем в прямом эфире и как обычно по субботам подводим итоги недели вместе с вами если вы хотите принять участие в этом обсуждении то звоните 265-45-00 либо если не хотите говорить в прямой эфир то воспользуйтесь смс-сервисом 9020 пометка ТВК пробел и далее текст вашего мнения ну а сейчас приходим к следующей главной теме этой недели Новый поворот в истории с памятником Лебедю мэр Красноярска распорядился все же установить мемориал однако не возле призывного пункта а около кадетского корпуса для этого администрация города проводила опрос треть из 700 респондентов считает что генерал-губернатор не был полезен для развития края однако опрос этот был проведен уже после того как памятник был отлит только после скандала чиновники спешно собрали комиссию чтобы легализовать уже выполненные работы задним числом без учета в сообщении на сайте мэрии тогда говорилось о заслугах Лебедя как военного и его инициативе открыть кадетские корпуса краевые депутаты говорят проект кадетских корпусов зародился до Лебедя и здесь губернатор просто удачно вписался в обстоятельства что же вы думаете по этому поводу нужен памятник или не нужен и как вы вообще считаете как должны были поступить власти в этом случае добрый вечер мы приветствуем человека который к нам дозвонился здравствуйте представьтесь пожалуйста алло здравствуйте здравствуйте как вас зовут Анатолий очень приятно Анатолий приветствую вас в эфире на субботних новостей и так как ваше мнение по поводу памятника нужен он городу Красноярску или нет хотя в принципе этот вопрос уже решен я думаю что памятник нам этот никак не нужен еще думаю что пока у нас не будет настоящего мэра в городе у нас все будет так же продолжаться что вы имеете в виду когда Айтхан Шуклевича называете ненастоящим мэром имею все то что сколько не было жалоб допустим по кафе сколько отписок идет от отдела полиции у нас на Ульяновском здесь это бесполезно собаки воют круглую ночь куда только не обращались и ему писались это все бесполезно памятник Александру Лебедю почему он не нужен почему вы так считаете ну давайте будем всем памятники ставить тогда ясно то есть не отличился настолько чтобы памятник был не возмущает ли вас то что например провели вот голосование среди людей опрос мнений собрали но как то вот задним числом вроде как втайне и уже вечером так вот я вам и сказал что пока не будет настоящего мэра все так и будет все будет тайными кислыми тайными собраниями собираться все что им будет угодно то что они и будут делать все я поняла вас услышала спасибо вам большое Анатолий за ваше мнение если есть мнение у наших телезрителей звоните 265 4500 добрый вечер как зовут вас вы со мной да я с вами меня зовут Анна Артемьевна очень приятно Анна Артемьевна я хотела высказать свое мнение по поводу памятника Ленина этого Лебедю говорите мы вас слушаем Лебедев Лебедев в нашем крае случайный был человек и почему вдруг решили ему памятник поставить и что разве мэр наш не знает что весь город сколько не было звонков все против были весь народ против а кому-то он нужен мне это непонятно Анна Артемьевна а кому бы вы поставили памятник ну наверное нашлись бы люди более достойные чем Лебедь а Лебедь то показал у нас в крае себя во всей красе я вас услышала спасибо вам большое за ваше мнение все понятно 265 4500 звоните сообщайте свои мнения по этому поводу ну а мы же продолжаем и впереди у нас вот еще какое интересное событие которое произошло сегодня в тесноте да не в обиде сегодня в Тойота центр Красноярск Запад пытались установить рекорд по максимальной вместимости внедорожника RAV4 для этого рекордсмены собрали свои команды в каждой более 40 человек в машину пытались вместиться все участники разом такой конкурс сообщают организаторы состоялся в нашем городе впервые и был приурочен к 20-летию группы компании крепость кстати принять участие мог любой желающий здесь и клиенты компании и красноярские студенты участники уже прошли подготовительные тренировки для покорения рекорда 16 мая стартует финальный этап этого конкурса победителей ждет денежный приз у нас есть такая формула в компании мы хотим всем рекордам наши гордые дать имена поэтому мы сейчас проводим предварительный турнир и для себя стремимся понять сможем мы установить новый мировой рекорд или нет я знаю точно установим потому что наши расчеты показывают мы это можем сделать ну а мы продолжаем подводить итоги этой недели вместе с вами для этого принимаем ваши звонки и смс-сообщение на номер 9020 с пометкой ТВК далее ваша новость и прямо сейчас предлагаю обсудить следующую новость и это конечно же платные парковки в городе Красноярске инвесторы проекта платных парковок в Красноярске нашли еще 700 мест для тарифицированной стоянки но это будет уже второй этап развития проекта на этой неделе власти и бизнесмены подвели первые итоги реализации проекта и поделились планами на будущее так например планируется запустить систему помесячных абонементов в целом инвестор заметил что количество оплаченных часов за парковку падает за три недели инвестору удалось собрать около 50 тысяч рублей а значит бюджет города пополнился на 6,5 тысяч вероятно это связано с отсутствием закона о штрафах для неплательщиков между тем на самых популярных местах тариф за парковку будут повышать на этой неделе в центре на улице Ленина на отрезке от Кирова до диктатуры пролетариата убрали знаки запрещающую остановку и стоянку знаков не стало на левой стороне по ходу движения по всей видимости это и есть одна из попыток властей снизить негативную реакцию на этот проект ваше смс-сообщение мы тоже принимаем вот территорию Свердловского районного суда уже 4 года точно не убирают пишут наши зрители почему бы вам самим не выйти и не прибраться ведь вы вероятнее всего мимо нее ходите или может быть работаете в Свердловском районном суде памятник нужен Павлу Федзирко в общем достойных людей которым нужен памятник как сказали уже наши зрители действительно достаточно нужно просто как-то это общим собранием красноярцев выбирать возможно возможно и нет ваше мнение мы принимаем сегодня по телефону 265-45-00 ну а сегодня еще в Красноярске официально открылся мотосезон любители двухколесного транспорта собрались днем на острове отдыха в 16.30 к центру города по коммунальному мосту отправилась колонна байкеров она состояла примерно из 600 участников с флагами и музыкой зрелище было настолько впечатляющее что люди в соцсетях с тревогой интересовались что же произошло гидранты воруют жидкое мыло сливают туалетная бумага не пролежит и 5 минут в красноярских муниципальных учреждениях процветает воровство по крайней мере в этом Юлию Мавшович каждый раз во время проверок уверяют бюджетники мы решили сделать срез что чаще всего уносят с собой клиенты госуслуг и как с этим бороться на местах подробности в нашем следующем сюжете хочу обратить внимание мыла нет конечно нет его не будет тут же а почему не будет да потому что пациентам уже берут носушки снимают в туалетах это заговор пациентов история достойна детективных романов в поликлинике на Волжской несоблюдение элементарных правил гигиены в туалетах объясняет повальным воровством мыло украли а обеспечивать пациентов бумагой бессмысленно если не закончится заветный рулон тоже украдут хочу выгодить еще в туалет не бьет она 5 минут не пролежит поликлиники на Керенского уже не ведут расследование руководства и так понятно пациенты выносят все что плохо лежит с тех пор в уборных ничего не лежит Минздраве поясняет деньги на эти элементарные нужды городским больницам выделяет но справедливости ради добавляет пенсионеры умудряются скручивать новые мыльницы или сливать жидкое мыло в пакет в отремонтированном травмпункте на Джамбульской буйный клиент сломал даже пожарный ящик и чуть не украл гидрант пришлось спасать ну это бывает потому что их украдут сразу же да что что будешь делать потому что мы уже встали а куда убрали из них в трехозяйке они лежат в одной разнице кроме вытащили чтобы не украсть вы думаете что стащили может выстали вот я поставила через час может не быть через час не будет да кто ворует неизвестно кто да потому что видимо охрана спит поэтому и мыло здесь ворует один охранник за всем не уследит поэтому как искоренить воровство в пищевом техникуме где и так каждая бюджетная копейка на счету не знает апогеи воровства в Красноярске достигнут в отдельно взятом туалете отдельно взятого пенсионного фонда не успеваем устанавливать мыло крючочки уносят вместе с мыльницами вместе с туалетной бумагой вместе с зеркалами как минимум раз в месяц мы все это обновляем я имею ввиду после того как в очередной раз все это уходит неизвестно куда за пределами пенсионного фонда уже самих пенсионеров подстерегает опасность сотрудники почтовых отделений переживают за пожилых людей в Красноярске участились случаи краж вне выдачи пенсии но обезопасить своих клиентов почта России не в силах даже видникамер ничего нету кто грабит ну как кто грабит наркоманы всякие бабулек вот прям возле почты я не знаю раза два наверное было за последние полгода то есть камер даже вообще нету ни в зале нигде клиенты этого правобережного почтового отделения с руководства выбили кондиционер пока это единственная победа а вот разжалобить начальство на камеры наружного наблюдения не получается бюджетникам всегда не хватает денег так они уверяют или так привыкли считать но при желании все становится возможным как так добились чтобы мыло-то все-таки появилось у вас туалетной бумагой ну как есть а это слушай Вильям Абшевич Николай Чистяков Виталий Суботин новости ТВК спонсор прогноза погоды в городах нашего края сеть магазинов пальто-центр новая коллекция курток и плащей при покупке пальто палантин в подарок и о погоде в Красноярске прогноз погоды в нашем городе представляет магазин Линолеум на Гладково 6 дробь 1 и Северный 10 большой ассортимент хорошие цены выезд на замеры доставка укладка Итак, поговорим о погоде на завтрашний день в нашем городе в Красноярске и завтра вы сейчас убедитесь в том что будет достаточно по-летнему хорошо днем температура воздуха будет аж 21 градус со знаком плюс и это очень приятно правда к ночи похолодает до 13 и пойдет дождь ну а теперь предлагаю посмотреть какая будет картина в рабочую неделю понедельник, вторник и среда понедельник плюс 16 плюс 15 во вторник и совсем холодно плюс 12 в среду но правда дождя не будет это уже радует много смс-сообщений по главным темам этой недели вот одно из них я против парковок не помогут они городу только лишние расходы бюджета у нас есть и телефонный звонок и тоже по поводу парковок добрый вечер как вас зовут? геннадий очень приятно геннадий геннадий вы против парковок платных или за них? вы знаете мы за парковки но не такие которые сегодня обозначены ведь жители города Красноярска ждали что будут построены новые парковки дополнительно к тому что было вместо этого получается что? то что было ликвидируется на существующее поставили банкоматы и берут деньги это первый вопрос второй вопрос жители очень возмущены и второй вопрос по поводу генерала Лебеди наш уважаемый мэр не слышал генерала Сафонова Петронина не слышал депутатов ЗАГС собрания во главе с председателем УСА и самое страшное он не слышит мнения его избирателей Геннадий вот я с вами в данном случае могу согласиться хотя бы потому что есть такое сообщение от нашего зрителя зачем вообще спрашивают мнение горожан если уже все решено и сами все решили вот собственно говоря так и происходит иногда и это не очень хорошо есть еще одно мнение добрый вечер слушаем вас как вас зовут здравствуйте здравствуйте зовут вас меня зовут Ольга очень приятно Ольга я полностью согласна с предыдущим мужчиной против платных парковок но в том плане в каком нас перед этим фактом просто поставили и как власти выражают мнение к нам как депутаты относятся к нам к своим избирателям меня это просто возмущает потому что не навели порядок начиная с самого малого пусть эвакуатор бы увозил машину которая в два ряда стоят просто взяли поставили знаки причем видимо за наш же счет и все но слава богу их сейчас убрали да знаки убрали в некоторых местах по крайней мере Ольга спасибо вам большое будем надеяться все таки на лучшее на то что в городе станет не только порядок после того как жители вышли все вместе на субботник но и в городе в целом будет порядок все будет законно и хорошо спасибо вам большое за то что вы участвовали и мы вместе с вами с нашими зрителями подвели итоги этой недели в эту субботу на этом наш информационный час завершен меня зовут Тамара Васильева увидимся в следующую субботу ну а вам хороших выходных в следующую субботу в следующую субботу в следующую субботу